Всем привет! Не могу обещать, что эта трансляция продлится долго, потому что связь в этом помещении ниже критики. Но мы находимся с вами в помещении банка Intesa San Paolo, где расположены галереи в Италии, то есть итальянские галереи. Здесь проходит сейчас интереснейшая выставка, которая называется «Лабелеца ритровата», то есть «Заново обретенная красота». И на этой выставке представлено 145 реставрированных работ разного происхождения, разного времени, разные по жанру, по географии, которые были восстановлены в рамках проекта в 1989 году стартовавшего, который в общей сложности позволил восстановить больше тысячи шедевров из 200 итальянских музеев и светских, и церковных организаций. Ну, вот из них 145 произведений представлено сегодня здесь. И если не читать предисловие, то можно немножечко удивиться и жанровой через полосицы, и совершенно не одинаковому качеству и уровню интересности работы. Вот это вот, например, V века до нашей эры «Скачущий диаскур». А там за ним следом, вы видите, вдали находится египетский фараон. Это первый век нашей эры. И вот тут такое римское надгробие второго века нашей эры из собрания мраморов уфицей. А здесь вы видите такие довольно странные, нумерованные стеклянные перегородочки. И чтобы понять, что это такое, нужно вспомнить, что здесь был, до того, как это стало галереями Италии, это был банк Интеза Сан-Пауле. Здесь находились его кассы. Теперь в кассовых помещениях находятся отреставрированные всякие странные артефакты античности. Значит, здесь, вот в таких помещениях, я боюсь, у нас совсем связи не будет. А жаль, потому что тут есть на что посмотреть. Разные есть предметы интересные. Вот, например, Кривелли. Это такой прекрасный венецианский джентльмен, который в 15-м столетии в Венеции вот такие вот замечательные рисует иконы. Вот, судя по мерцанию, картинка у меня, видимо, ближе к Кривелли подходить не рекомендуется, потому что от этого портится связь. Значит, вот там вот дальше в конце замечательное венецианское распятие деревянное 13-го столетия. То есть это еще до Джотто, это еще времена, когда Данте был переступлен молод. Жалко, что нельзя подойти к вам той работе. Ну, то есть можно, но тогда вы не увидите совсем ничего. Так, вот этот вот японский прекрасный самурай, он как бы стоит здесь для того, чтобы предупредить нас о том, что далеко не все, что мы увидим, это то искусство, которое нам привычно и почему-либо интересно. Ну, вот самурай, самурайчик такой, 18-го века, броня у него прекраснейшая. А самый, наверное, главный экспонат, ну и, конечно, то, на что заманивают сюда всю приличную публику. Ну, вот он перед нами. Интересно, насколько близко мы сможем к нему подойти, потому что это работа уроженца бергамских краев, Метеланджело Мелизи из деревни Караваджо, по имени которой, собственно говоря, он и стал известен в истории искусств. Вот такой вот Караваджо, так вот он был отреставрирован, тут немножечко мужику подкрасили морду. Называется портрет кавалера Мальтийского ордена. Есть предположительная фамилия этого кавалера, но ученые, как водится, спорят о том, его эта фамилия или это неподтвержденная гипотеза историков и искусствоведов. Вот восстанавливали ему в основном вот это вот место, чтобы пряжка блестела, она была совсем замазана. И вот в области шеи восстанавливали ему верхнюю часть креста. Значит, Караваджо мы посмотрели. Теперь пойдемте проверим, что нам дадут еще посмотреть прекрасного такого из этой выставки. Потому что там довольно-таки глубокие ниши, толстые стены. Я вот не уверен, что мы переживем прям вот этот коридор, но там дальше зато опять стеклянная крыша. Это прекрасное здание на площади Скала, то есть напротив театра Рад Скала, который действительно гораздо лучше подходит под галерею детали, чем под банк с банковскими окошечками. Здесь зал с рисунками венецианского живописца Себастьяну Ричи. Значит, вот их тут в общей сложности на этой выставке будет показано 37 рисунков Ричи. Но поскольку эти рисунки не любят ультрафиолетового света, а оградить их от него никаким образом невозможно, то выставляются они 17 в первую половину выставки, потом еще 17 будут выставлены. Вот нам сказали, выйди, скорее, срочно покиньте расположение Себастьяна Ричи и вообще этот переход, потому что иначе мы вас отрубимся немедленно. Вот мы покинули и надеемся на то, что дальше связь будет лучше, а не хуже. Но она, к сожалению, лучше не становится. Боюсь, нас скоро прервут. Так, нет, громче я не могу, я в музее нахожусь, извините, Светлана. Я и так признателен, что меня до сих пор не заставили тут заткнуться и не мешать людям смотреть шедевры. Значит, вот здесь вот восстановлены такие костюмы комедии Деля Арте. Это у нас певица. С другой стороны у нас тут Магнифико и Орликин. Вот такой вот Магнифико с кинжальчиком. И вот такой вот Орликин в своих ромбах. Дорогие друзья, не комментируйте, пожалуйста, связь, потому что в половине случаев это связь между вами и Фейсбуком, а в другой половине я знаю, что мы находимся вместе с очень плохой связью. Вот здесь я мечтаю, конечно, чтобы хотя бы до этой картины нас пустили, потому что это поздний Лоренцо Лотто. И вообще в этой жизни вряд ли кому, вряд ли когда, вряд ли где удастся так близко подойти к Лотто, не возбуждая сигнализации. Ну, нам удалось, видите. Ну, к сожалению, конечно, картина говно. Это случается с Лоренцо Лотто. Худурник был очень неровный. У него было много периодов в творчестве. И каждый раз, когда он кого-нибудь видел, кто ему нравился, то он немедленно начинал подражать ей копировать его стиль, из-за чего после этого 400 лет люди просто искусствоведы не подозревали о существовании Лотто. Открыл его Бернард Беринсон на основании метода доктора Джованни Морелли. Вот один критерий, по которому Беринсон открывал Лотто, это пальцы. Другой критерий, по которому он его открывал, это ушные складки. Вот здесь вы видите такого замечательного Иоанна Крестителя, прямо годящегося в проект Агли Ренессанс Бэйбис в готовом виде. Тут мы видим такого младенца Иисуса. Здесь Богоматер, который дает огромное количество пищи для доктора Морелли и его последователей. Вот тут ангелы. Ангелы тоже они, пациенты доктора Морелли, которые будут в основной специальности анатом. Ну, а картина Клархай, потому что проблемы уже были у старого Лотто, который уже не мог совершенно продать даже свои картины с аукциона в Анконе. Он пошел в Лоретто в монастыре, там, собственно, писал за еду, пока не умер от старости. В общем, я не удивлюсь, если вот этот вот прекрасный персонаж с обручальным кольцом – это автопортрет художника. Более или менее так он представляется. Хотя, с точки зрения костюмной, больше на автопортрет похож этот парень, потому что все-таки Лотто, как мы помним, доминиканец. Ну, собственно, я не уверен, что все зрители мои разделяют мое восхищение перед Лоренцем Лотто, поэтому закончим с этим автором. Да нет, никто не сравнивает Лотто и Караваджо. Караваджо – это человек, который определил на последующие 400 лет живопись, а Лотто – это человек, который 400 лет после смерти никто не знал, что он вообще существовал. Вот обратим внимание, поскольку связь опять начала барахлить на вот этот вот скипетр, который, если прервется, то и не жалко, потому что это такой артефакт. Ну да, он был отреставрирован, но сравнить жопу с пальцем, конечно, это было бы большое преувеличение с той великой живописью, которую нам тут показывают. Значит, дальше вот здесь удивительных некоторое количество благовещений, разных художников, имена которых не обязательны к запоминанию. Это Бедули, такой ментуанец, который 16-го столетия. Вот, у него такой удивительный совершенно ангел сцену устраивает Богоматери. А вот, наоборот, Николя Ренье, у него ангел на правой части диптиха просто, видите, с таким же букетом цветов, он ловит Нью-Йоркское такси, для того, чтобы ехать к девушке, очевидно, и привести ей благую весть. Значит, здесь в каждом зале показывают кино о том, как восстанавливалась та или иная картина. Вот, сейчас мы смотрим в упор, но, к сожалению, на плохой связи, поэтому бесполезно пытаться подойти ближе. Ну, бесполезно, но мы попытаемся. Это, заранее вас предупреждаю, Рубенс, это воскресение Иисуса. Вот, попробуем подойти, насколько нас пустят, насколько вы успеете видеть. Вот, эта картина висит так, что видно ее издалека, но, насколько мы сможем разглядеть этого Рубенса ближе, конечно, зависит от везения. Тут в шахматном порядке довольно-таки расположен прием, потому что мы находимся, как говорится, в толстых стенах. Вот здесь удивительнейшая рядом с Рубенсом картина Гаитана в Гандольфе, которая изображает довольно странную историю из-за географии. Тут изображено два святых. Святых настолько ранних, что они и православные, и католические. Причем святых, оба из которых не существовали никогда. То есть никакой исторической правды в их историях нет. Это, как писал Николай Степанович Гумилев, «Святой Пантелеймон и воин Георгий». Удивительность этой картины Гандольфа состоит в том, что святой Пантелеймон переживает мученичество. Его мучили всеми способами, и с ним ничего не произошло. То есть ему не могли ни отрубить голову, ни в кипящем свинце его не могли сварить. В общем, пока он сам себе голову не отрубил, ничего не произошло. А его приятель Святой Георгий в этот момент рядом же на коне поражает дракона, как будто более важных событий в его жизни нет. И вызволять, например, товарища ему совершенно нет нужды. Следующая картина, вот там посередине в желтом, почему я вам ее показываю, наш друг Дед Мороз, Саната Клаус, Николай Угодник, епископ из Мирликийских, которые здесь фигурируют уже под именем святого Николая из Бари. В том смысле, что в Бари украли его мощи из Миры вышеупомянутой Ликийской. Значит, вот мы, к сожалению, не можем посмотреть с вами потрясающую картину художника, которого вы все знаете по Флоренции, по бесконечным совместным росписям его Флоренции по фамилии Страдоны, изгнание из храма. Посмотрите, погуглите, Страдоны, изгнание из храма, там прекраснейшие совершенно торговцы, подозреваю, что некоторые из них являются заказчиками. Связь тут плохая, мигающая, но иногда нам говорят, что она есть. Поэтому мы продолжаем наше путешествие по этой интереснейшей выставке. Вот воскрешение Христа Боярда, вон Христос, вот тут вот сейчас зрительный зал. Здесь мы видим трех святых, из которых вот на этой картине мы с вами видели трех святых. Интересно тем, что узнать можно только среднего, ну, то есть правильно узнать, потому что два других совершенно на себя не похожи. Один из них, которым мы, конечно, хотели бы признать блаженного Иеронима, оказывается почему-то Ильей Пророком, это правый персонаж, а слева тоже, в общем, можно было бы ожидать, какого-нибудь того же Николая Угодника, но не тут-то было. Вот здесь мне очень хочется вам показать Бернардина Сиенского, потому что если вы будете в Бергаму, то это примерно главный персонаж бергаматской мифологии, о географии, скульптуре, это святой Бернардино Сиенский. Вот такой человек, который от Святого Франциска отличается тем, что он постарше. В основном, в остальном, его не всегда можно отличить от Святого Франциска. Опять нам обещают плохую связь. Да, связь действительно плохая, но когда плохая, когда и лучше. Мы все-таки с вами 17 минут уже гуляем тут. А кроме того, вы не забывайте, что когда трансляция закончится, останется запись, которая потом будет выложена в HD. На моей стороне запись нормальная. Вот здесь такое распятие, к которому, боюсь, нам не удастся приблизиться. Значит, посмотрим, если здесь, в этом зале, чуть лучше связь, то тогда нет. Увы, надежды наши не оправдались. Вот такая вот Епитрахиль. Тут отреставрированная висит. Тут такая тоже Венеция, прекраснейшая 14-го столетия. Вот так там рисуют. Здесь прекрасные епископские перчаточки и тиара, тоже восстановленные, довольно простенькие. Вот если бы удалось вот эту прекраснейшую немецкую живопись вам показать, Майерафон, Лансхута, Баварца, 15-16-го столетия, Увы, у нас не получилось рассмотреть мучения апостола Фадея, а очень красивые были мучения, так что искренне жалко. Но, пожалуй, что на этом достойные обозрения экспонаты этой выставки закончились. Как мы помним, всего их было 145, но не все йогурты одинаково полезны. Поэтому мы на этом с вами простимся. Я пойду дальше гулять по галерее деталей, не оглядываясь на катастрофическое качество связи. Причем, заметьте, это был мой внешний 4G, потому что внутренний Wi-Fi вообще не давал провести трансляцию, хоть он здесь есть и раздается. Но вот как-то странно, может быть, это и вина Фейсбука по Дизнай. Все, спасибо за внимание, до скорых встреч в Милане, Венеции и между. Пока-пока. Всего вам доброго, удачного вечера.